Мишка может менять позу. У него сгибаются абсолютно все части тела, сгибаются лапки, то есть он полностью-полностью подвижный. Белый Мишка готов принять любую позу, что прикажет режиссер. Мастер реалистичной игрушки Наталья Простова создает кукол дублеров для российского кино. Пока Михаил снялся только для нашего сюжета. И позовут ли его в актеры – вопрос спорный. Ну, я думаю, все впереди. Этот Мишка будет в новогодние праздники украшать витрину рыбного магазина. Он будет сидеть с рыбкой, с красной икрой, с батафорской. А после окончания этого новогоднего оформления он будет жить дома у директора магазина. Игрушечный хищник минимум в пять раз меньше настоящего. Чтобы добиться точного сходства, автор внимательно изучал, как передвигается косолапый, какие у него повадки, как расположен мех. Здесь, к слову, он искусственный. Так мастер призывает беречь диких животных. Изначально Мишка создается из белого меха, но все животные у нас в природе имеют какой-то окрас. Чисто белых животных в природе не существует, и поэтому здесь использована такая легкая тонировка. Здесь использован серый, черный, бежевые цвета. Глазки тоже тонированные. Подушечки на лапках. Создание реалистичных игрушек, работа кропотливая, требует усидчивости и внимания к деталям.